Иван Андреевич Кулаков был призван в Красную Армию в 41-м году. Ему было 29 лет. Он погиб в первые месяцы войны под Смоленском, где был обнаружен поисковиками. Бойца было решено придать земле на Троицком кладбище его малой родины, города Балахны. Кем же был Иван Кулаков до войны? Весьма непросто бывает выяснить судьбу пропавших без вести солдат Красной Армии. Помогают в этом их медальоны, которые были практически у каждого. У Ивана Кулакова медальон был неуставной, он сделал его сам. Бумага внутри капсулы уже истлела от времени, но прочитать ее удалось. Там Иван за несколько дней до гибели написал свое имя, имя своей жены, домашний адрес и каким военкоматом был призван. Это облегчило поиски информации о нем. Монеты в кармане, мундштук в кармане, брюк. Значит, вот на поясе, где положено быть капсуле солдатского медальона, была найдена капсула солдатского медальона. У него даже не было чести быть убитым. А сейчас эту честь смоленские поисковики вернули, потому что они нашли его на поле боя в Воронке. Он убит. Известно, что 29-летний Иван Кулаков примерно за год до войны женился и стал отцом. У него появилась дочь Валентина. Тех, кто видел его лично, найти не удалось, но по рассказам местных жителей, у него были очень красивые жена и дочь. Семья Кулаковых жила на улице Полевой, на окраине Балахны. Сейчас уже эта улица носит имя Рязанова. Да и дома, в котором жила семья, не сохранилось. Сейчас здесь стоят пятиэтажки. Стоит отметить, что, к сожалению, никто из прямых потомков Кулакова так и не дожил до его долгожданного возвращения домой. Иван Андреевич Кулаков родился в Балахне в 1912 году. Погиб в 1941 в Ельне. Там же Красная Армия потеряла около 100 тысяч солдат. Ивана нашли на дне Воронки. Металлоискатель среагировал на сохранившуюся за 78 лет солдатскую каску. Останки подняли с глубины почти в 2 метра и все-таки отправили домой. Мы в 2016 году в июне ездили в город Сафоно, Смоленской области, за Иваном Андреевичем. Бывали в отряде «Боевое братство». Они вказали свои находки, поделились своими впечатлениями. Нам все понравилось. Они торжественно передали нам останки Ивана Андреевича и его личные вещи. Чтобы воздать солдату последние воинские почести, пришли местные жители, балахнинские поисковики и военные. После короткой службы каждый смог кинуть по горсти земли в свежую могилу и тем самым отдать дань уважения солдату. Для того, чтобы память всегда жила в наших сердцах. И как говорилось о том, что все солдаты все-таки должны в этой жизни быть похоронены, перезахоронены у себя на родине. Поэтому вот огромная благодарность, о чем я уже говорил, это поисковикам. Из более чем 19 тысяч человек, призванных Балахнинским районным военкоматом, почти половина с фронта не вернулись. Однако теперь, благодаря поисковикам, еще один из них снова дома. Даниил Ворнов, Вячеслав Орлов. Время новостей. Музыка. 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 Продолжение следует...